Ну что, друзья, а у нас новый выпуск, и сегодня мы будем с вами говорить о дерьме. А точнее, мы будем менять трубу, которая обычно кальцинируется в туалетах Джабска, у нас электроэлектрический туалет. И второе, мы будем делать плановое ТО, замена всех сальничков, резиночек и прочее-прочее, потому что какашки начали подтекать. Поэтому сегодня в нашем говновыпуске вас ждет много всего интересного и вонючего. Давайте погнали внутрь. Труба у нас пока еще чистая, лежит на диванчике. Вот мы купили такую трубу, труба нам обошлась метр шесть американских долларов. Труба санитарная, то есть есть шанс, что она не будет вонять. Вот здесь внутри первый слой резиновый, потом идет металлическая оплетка, вот ее тут видно, он там даже торчит. И внешний слой, который обычно не пропускает запахи. Обожаю это дело. Копаемся внутри. Вот вы видите две трубы. Вот эта вот верхняя серенькая, это труба подачи воды, а вот эта вот нижняя белая, это та труба, по которой вытекает все это счастье. И течет оно вот сюда. Вот вы видите этот холдинг-танк. То есть здесь стоит обратный клапан, то есть вот эта труба, она упирается в обратный клапан, и по большой трубе стекает прямо в холдинг-танк. Далее, если у нас холдинг-танк переполняется, то вот у нас есть вот эта вот труба, через которую говно вытекает за борт. А вот это, это подача, ну, выкачка этого всего, то есть там идет такой шток до самого низа, и оттуда он это все, короче, забирает. Так вот, у нас задача заменить вот эту трубу, которая находится внизу, и она идет вот-вот-вот-вот и вот туда. То есть здесь ее там, наверное, метра полтора. Менять мы ее будем только на переднем туалете. Так, для начала нужно из трубы выкачать всю воду. То есть мы ее вот слили. Это из приятного. Так, теперь далее. Лезем сюда и откручиваем, снимаем клапан. Я боюсь близко подходить. Не бойся. Я же дверь на всякий случай прикрою. Не бойся, говно не потечет. Да? Да, но не сразу. Не пойду. А может тазик какой-то приготовить? Не надо, не надо. Все окей. Там просто вода. Твоя любимая. В унитазе просто вода. В данном случае там ничего нет, ничего нет. Всякое может быть. Нет, я точно знаю. Я уже это много раз делал. Не очкою, я так сто раз делал. Прямо за дверь спряталась? Ну реально спряталась. Ты думаешь, он так брызнет? Прямо вот так? Не знаю. Я бы на том месте была поосторожнее. Нет. Я точно знаю. Теперь нам нужно открутить саму трубу. Вот у нас здесь находится мотор. Как вы видите, какого-то хера здесь у нас стоит вот этот вот слив. Он должен стоять не так, а снизу. Ну, это мы сейчас будем все чинить. Вот если унитаз забитый, а он обычно, когда ты его начинаешь чинить, согласно регламента, он обычно забитый. Так вот, то, что вот здесь вот потекла просто водичка, обычно течет такой бульон говняный. Хорошо, что лодка, камера запахов не передает. А что, да? Пахнет? Мне пока не пахнет. Ну, уже пахнет, скажем так. Хорошо, что это просто вода. Ну, вонючая, блядь. Может, тушиком там? Обязательно. Да, вот так. Ты теперь эту трубу достаешь, да, туда полностью? Только не на меня, не на меня. Да, только не на меня. На самом деле, просто мы ее сейчас... Ну, на самом деле, не фатально. Но там чувствуется кальцинация, но я думаю, что мы ее уже... Утилизируем? Утилизируем. Ну, нафиг она нужна? Говняная труба. Говняная труба. Пора иногда их хотя бы раз в жизни и поменять. И там под мотором, под мотором. Пойду-ка я вынесу плохо пахнущее. Бегом, бегом отсюда. Хочешь жить? Теряйся. Гад, ну не труси. Да, я смотрю, диаметр. Ну, а теперь эту трубу мы просто заправляем обратно. Так, пока ее оставляем здесь. И снимаем вот этот мотор. Потому что даже в любом случае нам нужно будет его сделать таким образом, чтобы вот этот вот клапан... Короче, как это работает? Если здесь находится сальник. Если сальник начинает травить, то все кокулеты текут внутрь мотора. И вот чтобы они стекали внутрь, они попадали в мотор, для этого нужна вот эта дырочка. Должна она быть в самом низу. Короче, вот я открутил, а теперь задача вот эту вот штуку очень аккуратно вытащить. Ой, это аккуратно? Ну, может и не аккуратно, не знаю. Короче, там внутри есть такая пластмасска. Вот она. И вот ее отсюда тоже надо вытащить. Но обычно она всегда ломается. Поэтому будем ее вынимать сейчас каким-то мистически аккуратным способом. А нет, все, пиздец. У нас есть запасная. Вообще, чтобы вот это все вытащить, нужно открутить вот этот болт изнутри. Это всегда, блин, засада. То есть, чаще просто снимается весь унитаз для таких несложных задач. Если этой штуки нету, запасной, и вы ее не можете купить, то вы попали на полный мотор 380 евро. Короче, далее нужно открутить гриндер. Здесь посередине есть такой болтик. И на нем гаечка на 11. Кстати, видите, вот здесь вот отломан лепесток. Вот этот вот лепесток отломался, видно, ранее. И из-за этого туалет плохо молол. Ну, такую штуку мы тоже поменяем. У нас есть? Да. Вот эти волосы тоже прикольные. Ну, видите, да, что яхтинг, это, наверное, все-таки не всегда шампанское. Но волосы присутствуют. Спасибо, Агата. Ну что, заакцентировал на этом внимание? Так, сейчас нужно открутить вот этот вот гриндер. Что-то такое. Так, есть. Все, и вот мы добрались до самого главного. Откручиваем вот эту часть, которая должна не пропускать вот эти вот два болты, наверное. Должна не пропускать ничего внутрь. Так, все, снимаем. И вот, вы видите, вот здесь вот находится сальничек. Сейчас я его вытащу. И не сломаешь при этом? Нет, он уже рассохся, конечно, что я его сломаю. Он разваливается на куски, потому что он уже свои все свойства потерял. Вот он. То есть он уже просто такой дубовый. Он уже не работает, поэтому через него вот это вот все протекает. И у нас есть ремкомплект. Вот ремкомплект. И сейчас мы вот этот вот сальник будем менять на все остальное. Здесь обратный клапан, который вы видели, находится вот здесь в трубе. Короче, его нужно сейчас будет раскрутить. И вот здесь в ремкомплекте тоже есть резиночка, сам, собственно, клапан, который нужно будет поменять. То есть мы его вот раскручиваем. Короче. Вот находится эта вот резиночка. Пока вот это вот все отсюда надо вычистить. Ну, смердит оно, конечно, крайне неприятно. Короче, здесь в туалете есть еще вот такой хвостик. И в этом вот внутри хвостика как раз есть еще обратный клапан. Получается два обратных клапана, которые сдерживают все от протекания в обратную сторону. Так, вот этот хвостик и здесь есть вот этот обратный клапан, но мы его сейчас выбрасываем. Его можно помыть, но на самом деле они есть в ремкомплекте, поэтому смысла в этом заморачиваться особого нет. И вот сейчас это все моем, дезинфицируем и меняем на новый. Вот такая вот весьма мерзкая штука. Мусор надо. Короче, вот сейчас есть такая вот у меня новая штука. Мы ее сейчас сюда просто берем вот так вот вставляем. Очень важный момент. Там есть пазик, который должен совпасть. Она тогда не крутится. И когда она вставляется, здесь есть выход для всего. Вот через него оно будет выходить наружу. Наводим здесь порядок, потому что... О, блин, тут еще куча силиконов всякого присохшего. Короче, вот это вот все потом из-под мотора никаким образом вымыть не получится. Поэтому это нужно все делать до того, как мотор будет установлен. Этот жавель нам в помощь. Фу, это хлорка. Хлорка эффективная. Хлорка эффективная, однозначно. Ножки свои тоже помыть не забудь. Так, все, я думаю, этого достаточно. Начинаем. А я вот не уверена. А я уверен. Крышку еще говняную помоешь. Какую? Вон там наверху лежит. Нет, наверху лежит. Вон там, на которой плоскогубки лежат. А, нет, это потом. Это так же. У нас здесь есть вот сальничек. Видите, он сюда вот подходит. Все, и есть. Он у нас вставлен. Теперь вся вот эта штука занимает свое штатное место. А резинка какая? Ну, где-то здесь она была. Может, и не было. Гриндер у нас вот есть, который говно молит. Он у нас гнутый, потому что, наверное, кто-то что-то съел очень ужасное. Типа камней, например. Ты ничего не ела? Нет. Я тоже ничего не ел. Это твоих дел. Ты думаешь, и только я мог съесть камни? Да. Так, теперь у нас есть еще один комплект. Это вот этот гриндер, который, судя по всему, когда ломался и погнул вот эту вот штуку. Да, вообще вот эта фигня, она в каталоге идет под названием импеллер почему-то. Ну, потому что лопасти есть. Ну, да. Это, наверное, единственное, что у них вообще. Так, все, эта штука есть. Проверяем, работает ли. Отлично. Ну, теперь... Похоже на мясорубку. Оно так и есть. Даже как мясорубка есть. Ну, значит, впихивай его, значит, он должен туда выжаться. Ну, да, он же должен, но он такой-то чуть-чуть большой. Ну, да. Наоборот, тут все такое. Так, ну что ж. Возьмешь, может, перчатку вторую возьмем? У меня, не спрашивайте, почему у меня такая страшная отвертка. У меня, типа, купи себе нормальную. Просто этой отверткой... Счастливая. Ее не жалко все ею выковыривать и выколупывать. Исключительно поэтому она всегда под рукой там что-то выломал. Все ломаются отвертки. А вот эта вот уродливая, она вечно живет. Сочится. Так, вот. Раз. Этот есть. Этот есть. Этот есть. И нижний. Вот, собственно, в унитазе обратный клапан. То есть, вот он сюда вот так вставляется. А работает он следующим образом. То есть, вот если вы посмотрите на просвет... Там виден свет, да? Да, виден. Отлично. Вот эта штука, она в одну сторону пропускает. То есть, она раскрывается и пропускает. А в обратную сторону под давлением закрывается. И ничего внутрь не пропускает. Поэтому мы ее вот так вставляем. Берем саморезы. И закручиваем ее вот обратно в унитаз. То есть, таких штук у нас две. Одна на трубе, одна на... Теперь у нас нужно вот на вот эту... Короче, одевается вот эта вот труба. Вот так вот. И фиксируется... Фух, вот таким металлическим хомутом. Видно ее, да? Да. И этого будет вполне достаточно, чтобы труба держалась. Вот это вот обратный клапан, который я вам показывал. То есть, он уже разобран, почищен. И начинаем собирать всю систему. То есть, она вставляется сюда. Здесь очень важно не перепутать направление. Тут есть стрелочка. И эта стрелочка показывает, в какую сторону он работает. Потому что иначе в обратную сторону это не будет иметь никакого смысла. Ну, а теперь просто двумя хомутами это все стягивается. Стягивается. Двумя хомутами мы сейчас вот это вот стягиваем. Один. И сразу второй. А чтобы вот эти вот хомуты не резали руки, если случайно зацепишь, есть вот такой вот хвостик. И он вот так вот одевается. И получается, что если вы случайно за него цепляетесь, то он вам не режет руки. Ну и, соответственно, сюда же второй. Так, все. Эта часть у нас перерезана, а внутри идет металлический корт, который мы просто его перекусываем. Все, есть. Фух. Теперь вот эту вот штуку надеваем на обратный клапан. Только перед этим не забываем надеть хомут, который у нас, кстати, раскрылся. Все. А что там два хомута, а тут один? Что? С одной стороны два хомута. Там короткий просто пептик, поэтому не страшно. Так, все. Эта часть у нас готова. Так, наливаем. Сливаем. Наливаем. Сливаем. Видите, падла, где-то подтекает. Так, идем в задний туалет. Здесь есть такая ниша. Она идет для того, чтобы был доступ к холдинг-танку. Да, блин. Вот. Вот. У нас есть холдинг-танк. У нас также, вот вы видите, подвод идет. И сюда заведен слив и стиральной машинки, и слив туалета. Но сейчас мы будем разбирать. Я вам покажу это более детально. Но пока задача сделать такая. У нас такая. Нужно сюда врезать еще один клапан. Вот такой, как сверху. И на него отдельно завести, собственно, стиральную машинку. Нужно было сделать так. Открыть вот этот вот клапан. Здесь сверху прорезать дырку. Вот так рукой туда залезть, держать. И на силикон присадить его сверху. В общем, пока холдинг-танк грязный, ни малейшего желания у меня туда руками лазить нет. Но помыть его вообще никаких проблем не составляет. Поэтому берем и моем. То есть мы сейчас лезем под умывальник. И вот у нас есть кран. Это кран слива или забора холдинг-танка. И мы его просто сейчас перекрываем. Вот так вот он поперек полностью перекрыт. Это значит, что все, что мы сливаем с унитаза, будет находиться внутри холдинг-танка. Холдинг-танк у нас находится здесь. Вот написано «Waste». Мы его открываем. Крайне редко у нас это происходит. Так, здесь, кстати, нету у этой трубки, у пробки нету замочка. Поэтому здесь ее важно не пролюбить. И теперь сюда подключаем просто обычную пресную воду и наполняем его до самого верха. Здесь 100 литров. Как он начнет выбегать... Ладно, сейчас не обгадить фендеры. Короче, как он начнет выбегать вот отсюда, значит, все, наполнен. Так, все, пошло. О, вот здесь видно даже, там плещется вода. А вот отсюда она выливается, чистенькая. Нормально. Теперь можно идти дальше разбирать этот бак. Открываем. И сливаем. Отлично. Все, ждем пока... Наверное, не видно. Вот, в общем, видно, как... Он сливается. Так, вынимаем. И вот у нас идет отдельное подключение стиральной машинки. То есть стиральная машинка идет через water lock. Здесь идет обратный клапан, чтобы всякие кокулеты не натекли в стиралку. А вот это сейчас нам нужно будет исключить из системы, потому что задача будет просто этот шланг подключить вот сюда. И, собственно, на этом процесс закончить. Все у нас разобрано. Вот вы видите по кусочкам. Что у нас осталось? У нас идет труба до обратного клапана. И труба, которая подключает water lock непосредственно к сливному танку. Теперь нам нужно здесь, в сливном танке, засверлить отверстие. Вот этот вот клапан, который мы сейчас вставим в просверленное отверстие. Вот я его сейчас так много мажу. Хова! И теперь он идет в холдинг танк. Не дыши там. Ха, блядь. Очень воняет. Как вы думаете, как воняет говно? Ха, блядь. Что? Говняные истории. Журнал покажет наш. Вундабар, между прочим, прекрасно получается. Мне нравится свое отношение. Что делать? Умереть сейчас здесь? Так, ладно, вот, все, накручиваем. Потом туда пойдет целая, блядь, банка каустической нахрен соды. Давай. Тут надо все уничтожить внутри. Вытрави говно. Так, вот, все. Вот видите, я врезал в новый клапан. Убери локоть. Вот, все его здесь затяну каким-то мистическим способом и все. А вот это вот сюда. Есть. Все. Теперь не бздит. Ты спас прям положение. Ну, можно так сказать, часть. Ну, запашок присутствует. Не, ну не фатальный. На самом деле, было значительно хуже. Все просто проветрилось. Все, да. Вот у нас есть такая вот труба нужного диаметра. И вот она идет вот отсюда и вот сюда. Есть вот этот клапан такой вот. Он идет наверх. И такого же диаметра у нас есть обратный клапан. То есть, есть под него шланг. Он сюда вот так заходит. Это его размер. Все. Вот я собрал эту систему. Видите, вот идет эта штука. Шланг, обратный клапан, шланг, waterlock на самом верху и пошел вниз шланг туда уже для подключения машинки. Все. Теперь мы это все заправляем туда. Назад. И все. Так. Все. Это готово. Одеваем ее на место. То есть, вот сюда. Так. Все. Так. Ну, а это мы просто берем плоскорупцами и перекусываем. Это обрезано. Ну, и одеваем его сюда. Теперь его отправляем домой. Вот так. Вот и у нас получается эта система сливок при переполнении. Это система откачки. Подключение стиральной машины. И это подключение самого унитаза. Ну, что. Проверяем. Смотрим, ничего ли не течет. Сухо. Сухо. Короче, я думаю, что все нормально. Работает. Ну, и чтобы насладиться днем сантехника в полной мере, мы лезем сейчас в билдж. Для начала сольем воду. Так. Ну, а потом это вымокаем. Так. Ну, что. Начинаем это все раскручивать. У нас есть раскручивание номер 1. Снимаем саму помпу. Так. Первую часть сняли. Теперь снимаем вот эту часть. Так. Ну, и тут, понятно, стоит обратный клапан. И вот эту вот всю трахамудию я хочу сделать как-нибудь по-человечески. Так. Я немножечко сместил вот датчик. Он работает так. Когда наполняется камера, он поднимается и срабатывает билдж. И в этот момент он опускается. Короче, я хочу поставить сейчас другой билдж, чтобы у меня было, вот видите, у этого билджа толще выход. А где же наш, тот, который уже был? А, вот он. Короче, а здесь он тоньше. Вот для сравнения, вот вы видите, да? То есть я хочу поставить вот этот, который больше. У него, во-первых, больше производительности. Во-вторых, как бы мне он чисто внешне сюда нравится намного больше. Короче, я его ставлю вот сейчас вот сюда. Для этого нужно здесь засверлить 4 отверстия. Ну, и здесь вот станет как раз вот то, что нам нужно. В данном случае удивительно то, что я даже ничего не сверлил. Просто видно здесь уже раньше были. Такая помпа у меня была. И вот просто тупо подошла в те же отверстия, в которых оно и было. Сейчас, единственное, посмотрим, здесь есть небольшой угол, вот вы видите. Посмотрим, насколько оно подойдет. Потому что, может быть, шланг будет упираться в датчик, тогда он уже будет его развернуть чуть-чуть сюда. Сейчас глянем. Да, будет упираться. Надо, вот если сверху смотреть, надо разворачивать его чуть-чуть вот сюда. Так, вот он выкручен. И его нужно развернуть вот где-то вот так вот. Так-с, ну что ж. Короче, еле одел. Видите, как я его распер. Ну, ничего, сила есть, нормально. Сейчас одену еще хомут, и вообще будет хорошо. Так, ну что, проверяем. Так-с, сюда. Вставляем обратный клапан. Ну и где-то на него, наверное, вот так вот. Ну что ж. Ножовка и режем. Так-с, это есть. Это попадает. Берем два хомута и собираем это все вместе. Так, это есть обратный клапан. Есть шланг. Есть, особых нагрузок нет. Поплавок имеет свободный ход. Так, не западает. Ну все. Теперь подключаем электрические проводочки. У нас эти нужно снять, а вместо них вот эти одеть. Короче, вот я их собрал. Вот здесь вот провода у меня уложены в кабель-канале. Хомутами я их притянул к стенке. Потом вот я притянул хомуты. И вот у нас идет отдельно билч, отдельно поплавок. Ну и просто они собраны вместе. Диночка, включи, пожалуйста, просто он, помпу. Есть, топ. Теперь на авто. Так, авто у нас работает только... О, все, отлично. Все, офф. Спасибо. Ну все, с этим разобрались. Сейчас только проверим еще, как идет канал на выпуск воды. Ничего ли там его не блокирует. И все, потому что вы видите, сколько вот стоит. Я вымокал эту билч-помпу, сколько она стоит. Она все время сухая. Значит, никаких подтеков воды не присутствует. Что обнадеживает. Хотя бы с этим вопросом нет. Значит так, мы сделали туалет, который... Подключение стиральной машинки. И заодно промыли систему туалета, который идет гостевой. Подключение стиральной машинки. Билч-помп. И остался только юнит, который у нас идет в передней кабине. Который почему-то течет, зараза. Ну что, идем с ним разбираться. Так, возвращаемся к переднему туалету. Я его разобрал, вынул. Я, если честно, не очень понимаю, почему. Здесь вот все собрано и все работает отлично. Может быть тут из серии, знаете, если используется силикон, значит, это вы используете просто мало силикона. Надо просто посмотреть. Ну, вроде здесь вся изоляция, все нормально есть. Почему-то оно не... Может просто эта резиночка, которая по кругу, которую я снял, она не прижимает. Может ее вообще снять, какая разница. Если все равно это на Sicaflex садится. Ну все, я положил сюда чуть больше силикона. И что я сделал, это убрал вот этот сальник, потому что мне кажется, что он являлся причиной, почему оно срало во все стороны. Теперь ждем и проверяем. Так, крышечку снимаем, проверка. Воды налили. А теперь сливаем. Еще раз. Сливаем. Ну, вроде все работает. Вот и закончилось наше сантехническое приключение. А сейчас давайте я вам покажу, что по ценам получилось и за что мы платили в этом ремонте. Друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами на нашем канале. Смотрите нас, ставьте лайк, коммент, проверьте подписку, проверьте колокольчик. И до встречи уже через несколько дней. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok